доброго времени суток уважаемые коллеги сегодня мы присутствуем на зернограде нам приехал наш ведущий технический эксперт по зерновым культурам и рапсу акимова елена анатольевна которая нам подскажет как дальше работать на озимов рапсе которые присутствуют сейчас здесь ну в свою очередь я тоже представлю своего собеседника это калинин игорь менеджер по продажам регион север территория рязань тула на прошлых роликах мы вам показывали шикарный озимый рапс это было примерно три недели назад сейчас мы приехали оценить фотосанитарную обстановку и дать какие-то рекомендации или на анатольевна в этом поможет на сегодняшний момент что-то было проведено какие-то фунгицидно естественно то есть фунгицидные обработки были проведены их было две фунгицидных то есть первая фунгицидная обработка это амистар экстра дозировочки 1 литр фаза конец цветения середина цветения вторая фунгицидная обработка это уже по сформировавшимся стручку но у нас или на был контроль на самом деле контроль это самый важный вариант в опыте да обязательно нужно сличить и оценить эффективность той схемы защиты которую хозяйство использует поэтому если хозяйство конечно сознательно не идет на такие меры то всегда можно на каких-то огрехах посмотреть и оценить работу тех продуктов которые вы применяете озимый рапс в тульской области это значимая культура выращивает его достаточно давно перезимовывает он уже шестой год у нас в области и имеет очень большую экономическую эффективность соответственно все этого много но порой к сожалению очень мало работают фунгицидами это очень проблематично да и ну на самом деле да если смотреть в технологии выращивания рапса то гербицидным обработкам инсектицидным обработкам уделяется достаточно большое внимание то вообще прием гицидных обработок это имеет большой масштаб в технологических схемах работы по этим культурам а в свою очередь болезней которых немало на озимом и на яровом рапсе вносят достаточно большой урон будущему урожаю отдельные заболевания могут вносить свои коррективы и уносить от 10 до 60 процентов урожая будущего урожая да то есть это достаточно серьезная проблема на этих культурах елена анатольевна вот у нас было несколько вариантов да один вариант у нас был под фунгицидной защиты да совершенно верно а другой вариант у нас был контрольный вы как технический эксперт можете прокомментировать данную ситуацию да на самом деле мы видим что растения которые находились под полной в том числе фунгицидной защиты на сегодняшний момент выглядит очень хорошо это мощные здоровые растения с зелеными листьями с хорошо сформировавшимися наполненными стручками и на контрольном варианте о которых говорил игорь мы зачастую и здесь мы тоже наблюдаем отдельные так сказать выскочки отдельные растения которые отличаются цветом в первую очередь да вы видите что это усыхающие растения растения на котором все-таки сформировались стручки но при более детальном рассмотрении видим что они недостаточно сформированы естественно такие растения требуют к себе детального внимания и эти растения мы извлекли из почвы и разрезали стебель что же мы наблюдаем внутри это растение которое имеет яркую симптоматику поражения белой гнилью склеротинеозом да при разрезе стебля вы можете увидеть характерные признаки этой болезни это склероции которые могут отличаться по форме размером они практически полностью заполняют стебель и естественно такие растения поражены этим заболеванием они преждевременно высыхают не наливают в полном объеме семена рапса ну и как следствие приводит к недобору урожая игорь и с этим растением что все в порядке если мы сравним обработанные фунгицидом растения и сравним необработанное да видно прекрасно то есть все разрезано и корень и стебель то есть оно чистое она не пораженная она не поражена да здесь урожай она даст свою прибыль это я так предполагаю ну более на пяти тонн с гектара дарьяна анатольевна да где-то примерно такой у нас в принципе большая проблема по массы 1000 семян вообще в принципе да у всех вот посмотрите вот эти вот стручки которые здесь на рапсе и вот эти есть ли у них разница и где больше каких-то заболеваний пожалуйста прокомментируйте но на сегодняшний момент как мы уже с вами идентифицировали наглядно а склеротинеоз или белую гниль как ее называют она более знакома товар производителям да естественно такое растение она негативно сказывается на налив семян на форму и размер стручков и мы можем в принципе наглядно это сравнить если возьмем стручок с зараженного растения да и стручок с вариантом на котором была проведена фунгицидная обработка отличаются они не только размером но и выполненностью тех семян которые внутри него находятся растения пораженные склеротинеозом они не способны полноценно наливать будущие семена да естественно у таких растений даже если происходит налив то значительно страдает и качество полученного сырья да но кроме склеротинеоза в условиях в том числе тульской области достаточно вредоносно еще и другое заболевание которое проявляется в более поздний период уже когда растение отцвело когда происходит налив это альтернариоз чаще всего это связано бывает с погодой нам понятно с предрасположенностью гибрида с местом все в обороте этой культуры то есть есть предшественники которые способствуют накоплению и развитию заболеваний на рапсе это в основном бобовые культуры это масличные подсолнечник да то есть после таких предшественников рапс болеет гораздо чаще и интенсивней вернемся к альтернарии да в более поздний период когда повышенная температура воздуха вот как сейчас например когда влажность повышенная воздуха да на стручках на стеблях мы очень часто отмечаем альтернарию те хозяйства которые серьезно занимаются рапсом надеюсь что они проводят вангицидной обработки в нужный период времени для того чтобы предотвратить развитие склеротинеоза и альтернарии ну в общем то на этом заканчивают свою работу по рапсу в вашей области или нет к сожалению все бывает по-разному в основном конечно обработку адекватами частности нашим реглоном проводят к сожалению мало либо не проводят совсем чему это может привести рапс у нас культура очень нежная этого первого да и десекация нам необходимо в первую очередь чего для того чтобы подсушить стручок да чтобы созревали у нас было равномерное и самое главное чтобы у нас стручок не растрескивался как работает реглон супер он контактный гербицид покрывает сверху ополочку вот а внутри стручка у нас есть такая замечательная вещь которая называется перегородка так вот эта перегородка остается целая да то есть стручок у нас сухой перегородка целая и вот эта перегородка она держит стручок и не позволяет стручку растрескиваться тем самым исключить прямые потери естественно быть связано именно с этим причем совершенно верно обязательно надо проводить десекацию рапса какой период примерно обычно десекацию рапса проводится когда у нас стручок где-то процентов на 50 на 40 побурел в это время необходимо проводить десекации или анатольевна каким продуктом вы порекомендовали поработать вот в эту фазу ну амистаром экстра мы уже работали чуть раньше да чтобы предотвратить развитие склеротиниоза но для того чтобы не было развития альтернарий который в принципе при такой погоде которая сейчас последние несколько недель складывается это влажно это высокие температуры воздуха да можно поработать фунгицидом тилд в норме расхода на 5 литров на гектар ну работать можно чуть-чуть попозже когда в принципе закончится период цветения то есть мы видим что сейчас еще и рапс цветет и пока рановато работать по этому заболеванию ясно а вот наши слепостоваропроизводители они вообще в принципе боятся заезжать вот на такой большой рапс вот ваше мнение лучше его примять и отработать либо этого не делать ну я как фитопатолог наверно могу оценить риски немножко другой стороны во первых когда была проведена фунгицидная обработка 1 до у нас есть в посеве калия на работаете по заходя на эти клеи но помните о том что альтернария при максимально интенсивном развитии может унести у вас до 60 и больше процентов от будущего урожая и но эти риски гораздо и потери гораздо выше чем от повреждений незначительных которые могут возникнуть при заходе техники уже в более поздний период то есть можно сказать что фунгицидная обработка она будет оправдана полученном будущем будущем урожаем спасибо урожаем урожаем